здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале меня часто часто спрашивают комментариях я на где вы берете идеи для своих видео где вы берете дела и хаки как вы к ним приходите где вы их ищите я честно говорю что очень многие вещи я подсмотрела подслушала прочитала на каких-то форумах когда у меня было чуть больше свободного времени это было примерно лет 7 назад но на самом деле для того чтобы открывать интересные для себя вещи необходимо обладать элементарной какой-то логикой и смелостью экспериментировать сегодня я расскажу вам о том как я нанесла крем бипантенол мой любимый любимый крем это единственный крем который я использую который сейчас пользую для того чтобы восстановить губы я рассказывала что у меня были очень сухие губы кто подписан на мой канал очень давно знают что я рассказывала почему я не пользуюсь помадой для губ помимо того что мне не нравится что вся химия внутрь попадает я также говорила что у меня У меня очень сухие губы и любая помада, даже самая кремовая, очень-очень некрасиво смотрелась на моих губах. Я решила эту проблему сама, не понимая, как я ее решила. Запишу об этом отдельное видео, посмотрела другого блогера, сейчас не вспомню его имя, он очень плохо говорит по-русски, но его контент на русском языке, где он объясняет, каким образом можно избавиться прежде всего от сухости губ. И я поняла, что именно это и произошло в моем случае, прежде всего я поменяла питание. Так вот, расскажу предысторию, как же мне пришло в голову нанести вот такой жирный, такой вязкий крем Бипантенол. Напоминаю, этот крем рекомендован как крем под подгузник, вы купите его, он стоит совершенно недорого, в любой аптеке, а также в любом отделе, ну скорее всего в любом отделе супермаркета. И вообще этот крем очень популярен, и меня часто спрашивают, Яна, у вас крем или мазь? Я не знаю, в Италии он существует вот только в таком формате. Он очень плотный, если я сейчас его выдавлю, он будет, в общем-то, вот такой колбаской выходить. То есть он даже видится, ну скорее всего в русском формате, в русском варианте, это мазь. И теперь его, наверное, даже можно убрать внутрь, нет, нельзя. Ну ладно, мы его закроем, а потом я его куда-нибудь смажу. И незаменимая вещь для цыпок, незаменимая вещь для лица, если оно шелушится, отдельное видео об этом запишу снова, но сегодня речь пройдет по волосам. Недавно я делала восстановление кератиновое по системе Джойко. Это четырехступенчатая система. Я рассказывала, как я сходила в парикмахерскую с болью. Очень многие, кстати, увидели с болью, с эмоциональным каким-то ожиданием всего нехорошего, как это часто бывает. Я всегда боюсь, что мне отрежут слишком много длины. Всегда боюсь, что что-то с моими волосами произойдет. За мои собственные денежки того, что я не хочу, чтобы с ними происходило. Очень многие зрители увидели, что я действительно очень напряженная сидела в кресле у парикмахера. И меня, конечно же, посещала мысль, боже-боже, что это дело нужно было сразу уйти. По причине того, что очень долго меня не брали. Мастер задержался с другим клиентом. Так вот, это четырехступенчатая система восстановления волос на основе то ли кератина, то ли каких-то аминокислот. Не суть важна. Даже если вы поинтересуетесь этим вопросом, загуглите, вы не поймете, скорее всего, эта система старая. Но до сих пор находится старая. То есть ее давно выпустили. Давно Джойка сделала вот такое прекрасное открытие. И эта система до сих пор находится под патентом. То есть формула не раскрыта. Но, когда я стала интересоваться, что же мне за мои денежки будут мазать в салоне, я поняла, что, если я не ошибаюсь, четвертый либо третий шаг того средства, которое наносится на волосы, содержит, внимание, ланолин. Я пью диферамбол ланолину в чистом виде на своем канале, хотя его у меня нет. Ну и этот крем, он на втором месте, да, после воды содержит ланолин. То есть это средство своими заживляющими, скажем так, способностями обязано, конечно же, исключительно ланолину в составе. И здесь вообще очень простой состав, и я люблю продукты с простым составом. Так вот, я подумала, что ланолин, скорее всего, будет также хорошо действовать на волосы любого человека, как он хорошо действует на кожу. Что младенца, что взрослого человека, если речь идет о каком-то раздражении. Но эта информация, скажем так, была бы просто принята к размышлению о тех ингредиентах, которые содержатся в том составе, который наносится на мои волосы, если бы я не вспомнила вот совершенно случайное видео одного блогера русскоязычного. Я смотрела это видео лет пять назад. У нее очень-очень длинные волосы, вот я не побоюсь сказать, ниже поясницы совершенно точно, шикарные, густые, у нее двое детей на тот момент, было сейчас, возможно, больше. То есть эта женщина молодая, 30 лет, которая перенесла гормональные изменения, которые связаны с любой беременностью, у любой из нас. Но у нее действительно прекрасные волосы, в прекрасном состоянии. И вот она однажды проделала эксперимент, о котором она узнала от своей подруги, если мне не изменяет память, о которой, точнее, об этом способе ей рассказал итальянский парикмахер. И он ей сказал и посоветовал. Знаете, вот простой такой крем Ниве, я даже не знаю, вот такая круглая банка, жестяная, классическая синяя упаковка, и белыми буквами написано Ниве. Так вот, мастер-парикмахер итальянский и ее подруге посоветовал наносить этот крем перед помывкой самым обычным шампунем. И сказал, что это суперсредство, которое восстановит любые волосы. Я не знаю состав крема Ниве, я только помню, что он очень-очень плотный. Когда-то, возможно, он у меня был, возможно, он был у моих подруг, потому что я действительно помню, что его консистенция очень плотная. И вот эта блогер решила проэкспериментировать. И просто это видео я вспомнила. Результат, кстати, ей не очень понравился, но и она однозначно не сказала, что нет, это средство, оно безнадежно для восстановления волос. Вспомнив две эти вещи, точнее, принят во внимание две эти вещи, вот это видео, совет итальянского парикмахера, который, я думаю, действительно правдив. И тот простой факт, что в системе Джойка, в одном из продуктов, который наносится на волосы, содержится ланолин, недолго думая, я взяла упаковочку свою и нанесла на волосы. Сколько раз я уже наносила? Я наносила три раза. И могу сказать, что многие из вас, ну, не заметят особой разницы по моим волосам здесь и сейчас. Вообще мои волосы всегда тусклые, потому что я использую большое количество глины для прикорневого объема. Мои волосы очень тонкие, чтобы хоть как-то там объем образовался. Я использую глину, и глина у меня смешана 50 на 50 с крахмалом. Вы, если такой лайфхак вам нравится, я тоже много раз о нем рассказывала, должны подобрать для себя свою пропорцию, потому что на коротких волосах просто глина будет очень хорошо работать, она будет хорошо смываться и промываться. Возможно, на длинных волосах потребуется чуть больше, чуть меньше крахмала. Все так же зависит от плотности волос, от их состояния и так далее. Вот для меня 50 на 50 на глаз смешиваю. Самая идеальная пропорция. Поэтому мои волосы никогда не будут блестеть после того, как я их уже, что называется, уложила. Поэтому то, что вы видите сейчас, это никак не показатель того, что является результатом такого нанесения. Но я подумала и выпускаю это видео прежде всего для тех, кто отращивает волосы со мной, потому что, возможно, эффект будет через 6 месяцев. А какого эффекта я жду? Я жду очень простого эффекта. Мы все знаем, что волосы, и очень многие не могут их отрастить, в особенности такие вьющиеся и пористые, и тоненькие волосы, потому что они, что называется, сами себя травмируют в процессе жизни. Они трутся в одежду, они трутся сами от себя. Мы их укладываем, мы их, возможно, в хвост завязываем, в какой-то пучок, опять же, связываем. И все это вредит нашим волосам, потому что просто от вот таких механических воздействий волосы стончаются, и волосы начинают сломаться, он начинает плохо выглядеть именно на концах. То есть очень многие обладатели таких волос, как у меня, не могут отрастить волосы не потому, что они не растут, а они растут так же, как и у всех людей на этой планете, но потому что в определенный момент волосы плохо начинают выглядеть, и их действительно нужно стричь. Так вот, я возлагаю очень большие надежды, но не просто потому, что я, что называется, как написала одна моя зрительница, за танцем с бубнами вокруг своих волос. Нет. Совершенно из других соображений я возлагаю большие надежды на этот продукт, который позволит мне прежде всего сохранить длину. И вот через 6 месяцев, возможно, кто-то и увидит результат, и скажет, да, я тоже хочу попробовать, а, возможно, есть такие же пытливые умы, которые не боятся экспериментировать, которые начнут экспериментировать вместе со мной. Для кого такой способ не подойдет? Не подойдет для тех, у кого короткие стрижки. Вот прямо-таки, если волосы у вас такой длины, да, я бы даже сказала, вот такой и выше, вам этот способ не подойдет, потому что крем очень плотный. И самое интересное мое наблюдение, наверное, заключается в том, что когда вы наносите этот крем, вы ожидаете, что ваши волосы тут же станут жирными. Они будут выглядеть жирными и на ощупь будут жирными. Но они становятся липкими, они не становятся жирными. Более того, я смогла даже красивый пучок себе уложить. Безусловно, я наносила крем исключительно на длину и чуть-чуть-чуть-чуть прошлась вот так сверху. Не наносила, конечно же, на прикорневую зону. Мы прекрасно должны давать себе отчет, что такой крем будет очень сложно смыть с волос. Но при этом я смогла действительно собрать себе пучок. Волосы не выглядят грязными. Волосы выглядят как после стайлингового средства. А здесь у корней они у нас, в общем-то, чистые. И все прекрасно. То есть это средство, которое позволяет нам выйти в люди, когда мы его нанесли. Вот действительно, это огромный плюс, потому что очень многие способы восстановления волос, они, скажем так, исключают полный выход в свет вот с этими средствами непосредственно на голове. Мне очень часто требуется, конечно же, длительное выдерживание. Сколько я выдерживаю? Я выдерживаю иногда сутки. То есть с утра нанесла, и день проходила, и только на следующий день смываю. Иногда я наношу на ночь, но я повторюсь, я только три раза наносила. И, соответственно, я наношу на длительный срок. На длительный срок. Потому что я поняла по коже, допустим, на губах, либо на руках, которые обветриваются, что если я наношу на ночь, то очень хороший результат. Поэтому вам это средство не подойдет. Вы просто не сможете распределить маленькое количество, да вам и не нужно на самом деле это средство, если у вас короткие волосы. Это средство не подойдет для тех, кто с утра знает, что он будет торопиться. Потому что волосы я смывала четырехразовой помывкой шампуня. Шампунь я разводила с водой, чтобы его хоть как-то распределить на волосах. И могу сказать, что да, волосы отмыть действительно сложно. Что значит отмыть волосы? Это значит нанести ровно столько количества шампуня и ровно столько раз, чтобы шампунь начал хоть как-то вспениваться. Но опять же, здесь скажу, что если вы пользуетесь глиной для волос, либо сухими шампунями, в состав которых очень часто входит глина, а также входит крахмал, самый обычный, который мы в супермаркете за копейки можем купить, и также огромное количество отдушек, совершенно не полезных для наших волос и кожи головы, вы наверняка сталкивались с той проблемой, что шампунь плохо пенится. Это действительно нормальная ситуация, это связано с определенными химическими реакциями, и поэтому, да, мне пришлось тяжело отмывать мои волосы, но, возможно, виной не только этот крем на волосах, а также большое все-таки количество глины, именно поэтому я начала также с глины свое видео, объяснила, почему волосы у меня не блестят, и волосы очень-очень плохо промываются. На самом деле это ощущение, что они не промываются, они чистые, они не будут жирными, они будут достаточно рассыпчатыми, если я даже просто их сполосну водой, но если говорить о смывании крема с волос, то, конечно же, нужно добиться хотя бы минимального образования пены. Что вы заметите сразу после нанесения этого средства на свои волосы? Вы заметите, что ваши волосы очень и очень плохо сохнут. Это связано с тем, что волосы, как мы любим говорить, напитанные. Это часто происходит от каких-то промышленных продуктов. Волосы, что называется, тяжелые. Уходит ли объем с волос? Да, уходит, но не так сильно, как уходит объем с волос после промышленных средств, которые содержат, допустим, силиконы. Потому что, когда мы наносим на волосы силиконы, волосы становятся очень гладкими, и они просто не могут держать объем. В то время как здесь объем уходит, прежде всего за счет того, что волосы становятся как будто бы плотнее, как будто бы тяжелее. В общем-то, вот такие мои эксперименты. Буду мазать себе вот такой крем не только на руки по необходимости, не только на губы по необходимости, но также и на волосы. Желаю всем красивых причесок, красивых волос в новом году и не только. Это была Яна Скворцова. Все, пока-пока.